Сегодня мы встречаемся с Артуром Фроловым, гроссмейстером Украины, мастером спорта международного класса, вице-чемпионом мира 1993 года, ученым, физиком-теоретиком, поэтом, создателем народной газеты «Искра», а также философской концепции «Гипотеза Бин». Артур – человек множественных идентичностей, поэтому интересно было бы узнать. Расскажи немного о себе. К какому поколению ты себя относишь? Не представляю, что такое поколение. Мне кажется, что это не совсем физическое измерение. По году рождения, 70-й год рождения, то есть полностью советский гражданин, на советского гражданина ты меньше всего похожа. Советские граждане были совершенно разные. То есть я четко различал именно идеологию, коммунистическую или социалистическую, и саму идею о справедливом обществе, и четко понимал, что грязными руками жулики и костоломы пытаются это вбивать прикладами автоматов и пулеметными очередями. Совершенно несовместимые вещи. И это тоже советские граждане, которые, хотя таких граждан было достаточно мало, все-таки система воспитывала людей на основе двоемыслия. То есть думать одно, делать другое, а фигу в кармане держать, как полагается. Но были люди, которые что думали, то и говорили. И я, в принципе, сейчас даже себя и отношу к этому, потому что я как был, так и остался. Как думаю, так и говорю. Говорю, что КГБ это одно, а идеология справедливого общества это совершенно другое. И прикрываться, и только потому, что идеология действительно оправдывает себя и действительно имеет основание быть, только это позволило негодяям так долго морочить голову людям. То есть прикрываясь правильными словами и правильными фактически идеями. Совершенно с тобой согласна. У меня небольшие, это называется блиц-интервью, блиц-вопросы, просто чтобы наши респонденты могли немного тебя понять, ближе тебя понять. Твои любимые книги. На чем ты вырос? Я вырос на фейминовских лекциях по физике и на романах Стругацких, только поздних, которые совершенно... Замятины, и еще на ремарке, то есть вещи, которые я до сих пор считаю достоянием цивилизации. И 1984, и мы, Замятина, и... Ну и, конечно же, научно-популярную литературу практически всю о физике, о современном... В Советском Союзе очень такая белая серия научно-популярной литературы была понятная, доступная и очень завлекательная, о полупроводниках, о элементарных частицах. Все это то, на чем я... Вот реально, чем я зачитывался. И генетика меня интересовала в свое время, и микробиология. То есть, в принципе, научная литература и... Фантастика. Это не фантастика, на самом деле. Это тоже разновидность научной литературы. Вот если хорошенько посмотреть Стругацких, или посмотреть хорошенько Оруэлла, ведь это же тоже наука. Или посмотреть, допустим, Войну миров или Машину времени Уэллса. Ведь это же не фантастика. Это действительно научное предвидение. То есть, человек, фактически, обладая знаниями на тот момент в науке, определенными, достаточно глубокими и хорошим интеллектом делает прогностические предположения, научное предположение, как оно должно быть на самом деле. И мы смотрим, что и Стругацкий, и Оруэлл, и Уэллс, и Брэдбери. Это не фантазии, это не фэнтези, которыми сейчас увлекаются современные люди, современные молодежь. А это... Этимистическая фэнтези. Да, совершенно просто если говорить так вот откровенно, самую первую книгу, которую я прочитал, когда мне было еще, по-моему, шесть или семь лет, это «Приключения Жильбласа». Никто даже не знает, что это такое. Примерно это тысяча страниц фэнтези, которые заключаются в том, что вот некий персонаж ходит там везде и садится на коня, там 20 страниц записывается, что он взял с собой, как он прикрутил коня, как он скакал, как была какая погода и так далее. То есть совершенно описательная вещь, как там какие-то разбойники, потом и так далее. И это тысяча страниц вот этой чепухи, где изо дня в день повторяется одно и то же. Совершенно... То есть я пытался найти какой-то смысл, но я понял, что вот это вот навсегда мне дало возможность понять, что такое ценная информация, печатная, будь то Стругацкие или Брэдбери. Умнейшие люди, интеллектуальная. И бред сивой кобылы, высосанной из пальца просто для того, чтобы забить как можно больше печатного пространства. То есть вот этот контраст меня сразу научил, и я стал читать некоторые книги буквально до первой логической ошибки. То есть я открываю, читаю абзац, понимаю, что это полная чепуха. Человек просто заблуждается. Вот просто... И я бы этому автору, допустим, советовал взять аристотелевскую логику и почитать. Что можно писать, что, ну, как бы заслуживает внимания, а что нет. Но так как я этого не могу делать, лучшее, что я могу сделать, это просто отложить эту книгу и больше к этому автору не прикасаться никогда. Так, еще вопрос. На каких песнях ты вырос? О, я очень был чувствительный, кстати, к музыке. Ну, как ни странно, это были иностранные хиты Мира и Матьи, Скорпионс, и очень-очень любил французскую эстраду, Джуда Сена, и классика, тоже был неравнодушен классики, как ни странно. Я думала, ты назовешь Высоцкого, Высоцкий, все-таки неоднозначно к Высоцкому, потому что, если говорить объективно, то он написал настолько много вещей, а мы знаем несколько десятков лучших. Ну да. Вот. У тебя были любимые вещи Высоцкого? Ну, Горизонт, допустим. Балладу о борьбе. Безусловно, я очень много знал Высоцкого, и даже, но это была мода. И мне кажется, что его как бы раскручивали, но он не идет ни в какое сравнение с Есениным, к сожалению. Хотя между ними 50 лет разницы, но Есенин это мощь, это действительно выдающаяся вещь до сих пор. То есть, какие любимые поэты? Ну, что, в Есенин? Да. В каких городах ты жил и в каких хотел бы жить? Ну, я много дожил. Я и в Париже жил чуть-чуть, и в Праге больше всего жил, и во Франции, и на юге жил, и даже в Гаване жил долго, и в Сантьяго Де Куба пару месяцев. А где больше всего понравилось? Мне больше всего нравится в Праге. Да, как ни странно. Это потому, что по менталитету это очень близко к нам, а по цивилизации это близко к тому, что наработало человечество по уважению к людям, допустим, по отношению друг к другу, к государству как таковому, к людям. Это очень импонирует. То есть мы понимаем менталитет, нам удобно. Кстати, везде в Европе удобно. Везде все сделано так, чтобы человек сразу разобрался, что ему надо делать. То есть не так, как у нас, допустим, ты приезжаешь на Киевский вокзал, а тебе надо на автовокзал. И куда теперь тебе? И как туда добраться? А это через весь город. Или ты приезжаешь во Львов, тебе на ЖД вокзал, ты приезжаешь на автовокзал, а тебе надо на ЖД вокзал в Киев ехать. Ты через весь город непонятно, с какого перепуха ты должен ехать. То есть в Европе везде автовокзал в любом городе, в любом селе размещается рядом с ЖД вокзалом. Это не более, чем 50 метров. С правильным указанием, что ты не ошибешься. Потому что все понимают, что... И между пересадками 15 минут это позволительно. У нас это смерти подобно. Потому что никогда ни один наш поезд не приходит вовремя. Никогда. А значит вы точно куда-то опоздаете. На самолет или на поезд или еще куда-то. Насколько для тебя вообще важен комфорт и города, и дома? Не очень важен. Нет, есть определенные вещи, которые важны. Это наличие воды, я думаю. Вот. Наличие зубной пасты и все остальное. И наличие сейчас еще интернета. Да, Wi-Fi. Все. Остальное все не так важно. А еда? Ну что ты любишь? Чай, кофе? Еда? Вот человек европейский может выйти в любое время на улицу и найти себе еду. Вот так построена сейчас нынешняя цивилизма. Конечно, это сейчас пытаются разрушить, но я думаю, что ничего не выйдет. теперь у нас вот этот блок вопросов, так сказать, более объемных. Ты человек со множественными идентичностями. То есть ты игросмейстер, физик, и поэт, и программист, и банковский бизнес, тоже тебе знаком. Медицина, философией ты занимался. То есть фактически можно говорить о нескольких, так сказать, направлениях в жизни. Вот это, ну, во-первых, это стратегия построения карьеры, насколько она для тебя комфортна, когда ты сразу в нескольких сферах работаешь. И, во-вторых, зачем тебе столько сферы деятельности? А нет никакой карьеры. Я ничего не строю. Я просто во всех вопросах, которые меня интересуют, пытаюсь докопаться до самой глубины, до самой идеи, до самой сердцевинной, до истины. Вот. И, что немаловажно, я ничего не бросаю. То есть, познакомившись с чем-то, допустим, с музыкой, я понял, что я тоже так могу. Вот. И по мере сил, по мере там времени не резиновое, конечно, но если у меня появляются какие-то идеи, я их записываю и как-то реализую. Вот и все. Очень хорошо видно по газете Искра. Другой, любой бы человек, нормальный, давно бы это все уже забросил. Людей ты тоже не бросаешь, друзей? Абсолютно. Более того, если меня что-то устраивает, то есть у меня есть нотариус, с которым я не буду называть, не потому, что реклама, но просто мало ли, что человек не захочет, чтобы его называли в такой обстановке. Но если мне нужно что-то делать, несмотря на то, что он уже переезжал несколько раз с места на место, и я переезжал несколько раз, я всегда нахожу его через несколько лет, если мне нужно как-то что-то там заверять или что-то делать по фирме, или что-то, то я обязательно делаю у него, невзирая на то, какая там цена и так далее. Потому что я знаю, что это человек, который сделает правильно и расскажет мне какие, ну, даже не по этому, просто я не буду искать, где дешевле и где ближе, где удобнее. Я через весь город буду ехать к этому человеку. Если я потерял с ним связь, я его найду через интернет или как-то через знакомых, узнаю где и все равно иду. К зубному врачу к одному и тому уже всегда. Хорошо, если говорить о друзьях. Если говорить о друзьях, то за последние 30 лет у меня одни и те же друзья. Не, при том, что я всем людям отношусь хорошо, вообще в принципе хорошо отношусь, пока люди не докажут обратное. Но те друзья, которые у меня были 30 лет назад, вот они же и мои сейчас друзья. Почему-то так получается, что я как бы всегда одинаковый. если ранжировать по степени значимости вот эти сферы деятельности, то что будет? Для меня важнее всего все-таки наука, потому что это очень близко к поиску истины и это самый короткий путь к истине. То есть особенно я докапываюсь в таких сферах, как квантовая механика до глубины и пытаюсь сделать свои свои идеи проверять на прочность в стандартной модели элементарных частиц. Вот я написал небольшую заметочку, как правильно было бы исправить, скажем так, когда мы видим какой-то механизм, а реальность это механизм таки. То есть описание реальности это механизм. И есть стандартная модель. Но когда мы сделаем небольшую ошибочку, то он тоже механизм. И он тоже как-то работает. И тоже наблюдаются какие-то взаимосвязи. Мы тут нажимаем на какую-то педаль, там что-то начинает работать быстрее или медленнее. То есть все частицы между собой связаны. Но мы сделали маленькую ошибочку. Я попытался эту ошибочку исправить. И вот допустим... В смысле это социальная дюре? Нет, это вот более важная вещь. Это стандартная модель элементарных частиц. То есть из чего состоит наша реальность. Из парков, из электронов, нейтрина, бозон Хиггса и так далее. То есть вот это. Подожди, мы должны войти в твою сферу деятельность. В каких научных программах за рубежом ты участвовал? И так тебя вообще находили? Потому что насколько я понимаю, ты в Украине какому-то институту... В Советском Союзе я работал в Черноголовке в ядерном центре после школы, потому что я участвовал в Олимпиадах и думал, что я буду физиком. Но потом в 92-м году я начал заниматься совсем другими делами. И в Украине я был каким-то образом, каким-то боком причастен к науке, но как больше популяризатор или менеджер. Когда я занимался бизнесом, то я думал, что все свои ресурсы, которые удается заработать, там или привлечь, самый лучший способ это на извлечение знаний, на поиск знаний. То есть я поддерживал есть такой на кафедре физики работал Бесхмельницин Николай живочество его, он жив, не жив. То есть он достаточно старенький человек уже лет 80. То есть у меня было спонтанные такие движения. То есть есть идея или к примеру как было. Я просто шел по Хрещатику и нашел книгу Бесхмельницин. И ты решил с ним познакомиться? Я решил с ним познакомиться. Я его нашел. Оказалось, что он работал на кафедре. Как он удивился? Естественно, это странно было, что кто-то пытается найти. Книга была издана тиражом по-моему 3000 экземпляров. Чтобы он не мучился, я у него купил весь тираж. Потому что я увидел, что человек более чем скромно живет и естественно нуждается. Ученые все брошенные на самую. То есть наша планета не для поиска истины. Как выяснилось. Я попытался максимально... Мы с ним очень встречались. И он меня вернул фактически каким-то боком в науку. Это был примерно 96-97. Это был и ему свои... Ты уже был в Киеве. Я был в Киеве. Я с 92-93 год. Вот. И я даже свою небольшую работу, которую я писал еще в 89 году примерно, я решил тоже издать. Я спросил, какое издательство делало его книгу. Вот. Он сказал вот такой занятий. Ну, что, попробуем. Отнес текст, напечатали. У меня есть маленькая красная книжечка там на 50 страничках. По-моему, я тебе дарил даже. Нет? Нет. Ну, я только не... У меня есть там еще... Я ничего не выбрасываю, если, конечно, не теряю или при каких-то обстоятельствах. Поэтому даже куда бы я ни шел, у меня все вещи, которые... Все свое, да. И хотя это уже несколько тонн вещей, но что ж. То есть это книги, в том числе книги Бесхмельницына, которые я не успел подарить или по магазинам. Я сделал проще. Я у него купил все оставшиеся книги, которые у него не были распроданы. Это порядка тысяч сейчас 100 экземпляров из 3000. Это книги по физике? Да. Он свою теорию, она меня вдохновила искать общий смысл, общий план взаимосвязи микромира с устройством всей нашей Вселенной. То есть вот как вот из каких частиц строится реальность? Вот такое... Есть люди, которые над этим задумываются. Я думаю, что все настоящие физики, которые действительно физики, а не дельцы от науки, они имеют свою определенную модель устройства реальности, которую могли бы описать и формулами, и словами, и на пальцах, и рассказать. И вот такая книга Бесмельницына, я ее встретил, она меня вдохновила, хотя она, конечно же, мне показалась потом через какое-то время незаконченной и сырой, и я с ним несколько раз встречался и объяснял ему, что могло бы быть... На своем языке спорили, потому что он даже ввел понятие такое гравиноида, то есть геном, она называлась так, гравиноида или геном Вселенной. И общий смысл этого всего был, что от свойств элементарных частиц зависит и форма, и свойства всей нашей Вселенной, как макрообъект. Вот эта идея мне очень понравилась, и я пытался с ним это... Хотя она не новая, этим занимались все, великое объединение Эйнштейна, квантовая механика, это попытка объяснить... Ну, я был в определенный период своей жизни очень большим фанатом квантовой механики, особенно теории Брандт и теории суперструн, но потом я пришел к выводу, что мы имеем дело не с множеством струн, а с одной струн. Всего. Вся наша Вселенная это всего лишь одномерный объект, перепутанный сам в себе. Вот примерно вот такая конструкция, и вот это направление я пытался развивать, оно очень хорошо начало стыковаться со стандартной моделью, элементарными... выяснилось, что у нас всего одна элементарная частица, одна, а все остальное просто формы запутанности этой частицы на самой себе, этой струны. Ты можешь нарисовать эту модель? Я могу нарисовать, я нарисовал эту модель, да, я нарисовал электрон, как бы он выглядел, когда струна запутывается, как выглядел бы кварк, то есть определенные вещи там достаточно просто решаются. Ну, я давал своим знакомым, меня, кстати, в 2014 году, когда я решил, что начались необратимые процессы на планете, процессы, деструктивные процессы могут только возникать, но никогда не будут заканчиваться, что мы, собственно, и наблюдаем. То есть процесс деструкции начинается, и кажется, что вот война там, допустим, она началась, и потом как-то договорятся. Не, война длится, а потом на это дело наслаивается, допустим, какой-то там кризис, а на кризис наслаивается пандемия, а на пандемию наслаивается карантин, а на карантин наслаивается революция, а на революцию наслаивается инопланетяне прилетели. Все, что начинается, должно закончиться. Правильно, но оно не заканчивается. И это свойство быдло систем, когда деструктивные процессы могут только начинаться, но никогда не заканчиваются. Или, допустим, все началось на самом деле неспроста. Слушай, давай немножечко вернемся потом к Велин, а сейчас у меня вопрос. Ты же сейчас тоже участвуешь в каких-то научных программах? Да, я участвую. Меня присоединил мой друг к программе филиал ядерного адронного коллайдера. И там просто я как технический сотрудник занимаюсь обработкой больших данных со своей идеей. Ну, идея достаточно простая, и она на поверхности лежала, что нейросети должны обрабатывать снимки, которые получает большой адронный коллайдер, а потом необходимо раздать на множество компьютеров людям и саму нейросеть, сам перцептрон, который смотрит за снимками, а потом и раздавать снимки, чтобы использовать чужие мощности. Это все сложно. Ты скажи, действительно в проекте ядерного коллайдера работают украинские ученые? Русских больше я видел. Разницы особо нет. И все, кто говорит по-русски, мы сейчас разговариваем по-русски и думаем и по-русски. В конце концов, русский язык тоже отделят украинский. Это не важно. Любой язык это инструмент для обмена сигналами между мыслящими существами. Если бы и за выбор языка отвечает тот, кто хочет быть понятым. Если бы, допустим, я хотел бы быть понятым сейчас в англоязычной среде, я бы, допустим, говорил бы по-английски. Ну, к примеру, да? Но тогда я бы проигнорировал тех, кто слушал бы нас там, где ты будешь размещать это все сообщение. Я тоже считаю, что русскоязычная аудитория может быть не вакупатриотична в Суфере. Проблема, что мы путаем территорию людей и государства. И вот наперсточники, которые пытаются нами манипулировать, они берут вот эти три понятия, три вот эти вот наперстка и жонглируют ими. То есть шарика там нет ни под одним, но они в нужный момент подкладывают шарик в нужный момент. То есть государство это просто банда. То есть это четко надо понимать и все должны это понимать. Что она возникла как банда и всегда будет бандой, как бы она не мутировала. То есть почему банда? Потому что никто из чиновников и все государство целиком, они не делают ничего полезного, а только отнимают чужое и делят между своими. И только не... Мы не будем политические программы. Ну, это даже не политическая программа, это просто философия, которую знали еще в Великую Французскую революцию, но не знали, что с этим всем делать. Я знаю, что многое из того, что ты делаешь, в общем, провокационное. это никакой провокацией. Просто... Газета «Искра», она тоже такая революционная, не сказать. Она дает возможность всем высказаться. Конечно же, это революция. Когда всем затыкают рот намордниками, то вдруг кто-то дает возможность всем подряд высказываться. Это же провокация. Ну, конечно. Ты специально вот так вот на острие атаки или это выходит? Так это нет атаки никакой. Я никого не атакую. Я борюсь в мире идей. У меня нет противников. И те, кто это будут слушать, допустим, сейчас, я никого конкретно не... Ты же нигде не продолжаешь чужую теорию. Ты везде начинаешь свою. Нет. Отнюдь. Допустим, гипотеза Абина, она исходит от Аристотеля. Аристотель четко различал хриматистику, чем занимаются все, и экономику, чем не занимается никто. То есть науку о личном преуспевании, чему учат в современных университетах, как зарабатывать деньги, как хапнуть больше, как хриматистика. Хриматистика. То, чем они все занимаются. Потом это переползло в государственные финансы. Они прекрасно знают, как хапнуть, но они не знают, как сделать правильно для всех, потому что они даже не мыслят честно. У них даже не стоит задачи поиска истины. У них есть задача хапнуть, они прекрасно умеют. Но Аристотель это знал, что есть две экономики. А потом подменили слово хриматистика словом экономика. И под видом экономики начали учить хриматистики. И забыли за то, что... Сейчас у нас больше время толерантности, время реликтивизма, когда считается, что истина у каждого своя, что надо быть терпимым. Вот это и есть ошибка. И ты в этом мире заявляешь, что истина только единственная. Конечно. И это очевидная вещь. Это твоя позиция. Это главный краеугольный камень. Истина это то, что делает нашу реальность целостной. Если бы у каждого электрона была своя истина, и каждый бы делал, что хотел, то у нашей Вселенной была бы не... ее бы просто не существовало. И они бы между собой никак бы не взаимодействовали. Но так как каждый электрон знает, сколько ему надо и в какие реакции вступать, с каким выделением энергии и с какой скоростью лететь, и это унифицировано по всей... То есть производной от истины являются законы физики. А законы физики неизменны. А законы физики на самом глубоком уровне в каждой точке Вселенной, в любое время существования Вселенной идентичны. То есть они дождественны. И только это позволяет нашей Вселенной существовать. Собственно говоря, да. Как ты это проецируешь на морально-этические моменты? Мне кажется, теория Гинн это больше такая морально-этическая теория. Или нет? Это очень хорошая логическая конструкция. Когда я утверждаю, что все истины в этой Вселенной между собой связаны. Представьте, что все локальные, глобальные, то есть мы говорим, что есть некая первоисточник всех истин, всех законов физики, но и очень локальных истин тоже есть. Вот, допустим, совершено какое-то преступление. И тогда честная экспертиза, честное признание, честные показания свидетелей, честное метеорологический прогноз, честная баллистика будет связана с законом Ома, с законом гравитации, с биохимией, с законами химичных. То есть все истины, все истины в этой Вселенной взаимосвязаны. И вот та самая первая истина, из нее следуют все вот эти истины. То есть мы должны говорить о том, что мы можем говорить о детерминированной реальности. Если, допустим, в нашей, вот мы видим это уголовное дело, ипотетическое, и мы легко можем определить, где нечестные показания свидетелей, которые могут противоречить причинно-следственным связям, законом Ньютона, гравитации, баллистики и так далее. То есть мы четко можем отслеживать, что выпадает. То есть это принцип фальсифицированности. Вы можете сфальсифицировать истинное как бы утверждение, но ложь вы не можете даже сфальсифицировать. Оно просто вываливается и сразу заметно. И наша планета попала в очень неприятную ловушку. начали базировать все устройство нашего социума на наложенных конструкциях. То есть рассказывать про государство я назвал. То есть никто же не говорит, что мы банда. Это было бы некрасиво. Все говорят мы держава и мы будем строить. Мы якась там еще конституция на нее уже все забили. Но все в нужный момент достают и говорят конституцию нарушим. Все мы сейчас то есть уже совсем это характерно для всего для всей планеты. Мы как справляются Чехия никак не справляются. Нет справляются только маленькие страны и более того из гипотезы Убин очень четко выходит понятие успехов социума. Допустим как маленькая страна превращается в большую империю и потом как эта империя через 2-3 поколения падает и сыпется разваливается на куски. Очень четко описывает. Потому что на самом деле большие государства большие банды они очень расточительно относятся к своему человеческому материалу. Потому что мы же так сильные. Зачем нам заботиться о людях? Все тоталитарные государства. они на разной стадии и разного объема. И можно даже было бы нарисовать очень четкую формулу от какого количества людей, какой территории, каких ресурсов и какого времени жизни мы четко получаем тоталитарные. То есть все государства, все банды фактически имеют своим вектором движение к тоталитарному режиму. Ну смотри, сейчас явно прослеживается такая тенденция к гуманистическим идеалам. Не зря же этот карантин вводился, чтобы сберечь жизни. Ну так, по крайней мере. Карантин? То есть вы хотите сказать, что не зря же они сделали несколько террористических актов, разрабатывали оружие массового уничтожения, его применили, чтобы ввести карантин? Это нелепо. Я просто не знаю... Ну как, сейчас признано всеми, что коронавирус вводили это государство, даже с этим соглашались... Дирижируемые из единого центра. Ну, как бы причина была сохранить жизни людей. Предлог. Предлог был. Повод. Но тем не менее, все согласились. А кто не согласился, тот ничего не потерял. Человечество двигается в сторону каких-то гуманитарных идеалов. Нет. отнюдь. Это примерно как с Конституцией. Там красивых слов достаточно много, но на самом деле мы живем на планете полной тотального мошенничества. Начиная от денег, когда Федеральный Резерв печатает сколько угодно денег, сколько левая нога захочет, и пускает их на цели обманывания всего остального населения планеты. То есть мне достоверно известны эти случаи. И это рассматривалось и у них в Конгрессе. То есть давали показания эти банкиры. И когда они понимая, что они пытаясь обмануть людей, сами сели в лужу, тогда они делают что? Они печатают еще большую массу денег, чтобы еще больше обмануть людей. Все-таки пережать, передавить. Я знаю, что ты в какой-то период своей жизни работал в банковской сфере. Не банковской, я работал на фондовых биржах, и даже у меня была фирма Кахенур Финанс, которая одна из первых получила лицензии. Просто романтизм был в 90-х годах, когда это было все в диковинку, переход от социализма к капитализму, и казалось, что это очень важно, и сделать правильное устройство финансовой сферы. И мне это очень досконально известно все движения. И я ушел тоже сознательно оттуда, потому что в конце концов, где-то примерно в 2008 году, когда был кризис, было достаточно четко видно, что мир разделился на людей, которые печатают сколько угодно денег, распихивают это себе по карманам на свои цели и задачи, которые теперь непотопляемые. Что бы они ни натворили, они просто печатают денег и закрывают все свои дырки деньгами. И на людей, которые не причастны к этим банковским сетям, и поэтому они просто рано или поздно их уничтожат. Вот эта сеть банковская, которая сейчас она просто всех, особенно буйных уничтожит как можно быстрее. То есть которые пытаются еще что-то активных, буйных, которые пытаются что-то предвидеть, что-то анализировать, с чем-то бороться, где-то там делать рискованные, разрабатывать какие-то планы, строить технологии. То есть этих всех буйных эти банковские сети очень быстро. То есть фактически те, кто макулатуру печатает сколько угодно, они фактически в нужный момент ее напечатают. Вот когда у всех тяжело, всем тяжело, они устроили кризис, они же устроили. Зарабатывать деньги можно и во время кризиса тоже. Они их не зарабатывают, они их тогда себе напечатают и по дешевой цене все покупают у других, которые терпят. И все, кризис ушел и потом через N лет они делают новый кризис. В результате за 100 лет они купили все. Допустим, в Японии 90% собственности принадлежит банку Японии. Банку Японии. Через опосредованно через свои дочерние структуры, через банки, в котором они... То есть банально они выкупили все. Все квартиры, все предприятия, все-все-все. В Америке этот процент примерно 70%. И вот то, что мы имеем с коронавирусом, они сделали шаг к гибели цивилизации следующий. Они решили, что уже достаточно им принадлежит собственность и надо ликвидировать опасность, которая исходит от всех остальных людей. Вот, собственно, такой момент. Особенно от тех, кто еще до сих пор умеет своим умом или своими руками зарабатывать самостоятельно. То есть удар сейчас при помощи вот этого карантина... То есть коронавирус есть, безусловно, он есть. И оружейный штамм тоже есть. Но, как выяснилось, он не имеет такой большой опасности. Он вообще никакой опасности не имеет. Ну, если так глубоко вникать в вопрос... Да, люди, которые большие дозы получили при террористических актах, они умерли. Но в основном люди все справились и оказалось, что лечить его достаточно просто. То есть... Ну, или сырой продукт. А скорее всего, я когда думал... Расскажи про биорезоналскую медицину. Все на поверхности. Высокие частоты, они воздействуют на биологические объекты. То есть вот и все. Все. А теперь изучайте частоты. Фоль, Райф, Тарасенко. Они анализировали десятилетиями частоты, какая частота действует на какой объект. Вот и все. То есть если у вас есть вирус, посмотрите, на какой частоте он будет разрушаться. Ну, все. А дальше Райф, допустим, он когда, не знаю, он облагодетельствовал человека, он в открытый доступ выложил все найденные им частоты. И можно вот в интернете взять все частоты и посмотреть. Такому бацили, такой-то, такому-то вирусу такой-то. То есть параллельно с фармакологической и антибиотиковой терапией существует еще и вот эта биорезонансная. Но почему о ней не так немного известно? Ну, мне кажется, что на нем ты уже не заработаешь много, поэтому она никому не интересна. Ведь у нас на самом деле на этой планете развиваются только те отрасли, где можно хапнуть. Ну, много. То есть ничего не делая, но хапнуть. А здесь приборы простые, понятные любому физику, любому радиоэлектронику, ему схему, да, и он себе сделал. Я себе спаял сам дома. На всякий случай. Я приехал, когда из Праги, начался коронавирус, я думал, надо же восстановить свои связи с людьми, которые занимаются этим делом. Я приехал, и первое, что я сделал, это там на двух транзисторах спаял себе такую же ламточку, которую есть. Ну, они используют микросхемы, там программаторы, такие специальные, ну, как бы уже продвинутая вещь, но мне-то этого всего не нужно, мне можно и руками подстроить частоту. Зачем мне вся эта цифровая? Там достаточно все очень понятно. Вот. Естественно, на этом много не заработаешь. То есть, ты говоришь, что коронавирус можно излечить и таким методом? Да, надо атаковать вирус, надо обеспечить, чтобы иммунитет сам его распознал и тоже атаковал, помогал, и надо избавить человека от последствий распада вот этого биополимера, вот этого оружейного коронавируса. И тогда получается, что это за 5-7 минут все, человек спасен. То есть, он тебе... Самое страшное, что может быть, это когда иммунитет не распознает коронавирус и человек ходит неделями, ничего не происходит. То есть, коронавирус размножается, то есть, он убивает клетки, размножается в... размножается в других клетках, нарастает его объем и потом в тот момент, когда иммунитет вдруг неожиданно обнаружил коронавирус, получается, как лавина сходит. Все они начинают распадаться и большое отравление организма и страдает демоглобин и человек погибает от последствий вот этого хлопка, резкого движения. Если же на ранней стадии мы обнаружили коронавирус, мы просто раньше его начали убивать и все. Но и на той стадии надо было обеспечить человека медикаментозно. То есть, детонировать сход лавины коронавирусной и сдемпфировать ее специальными лекарствами. Ну, в нашем случае это витамины С, В12, В3. Все. Вот эти три витамина, они полностью обезопасивают человека. То есть, он становится тоже не погибает. А то, что они делали ИВЛ, и там, кислород дули в то время, когда пострадал гемоглобин и банально не хватает железа и парфирина у человека для того, чтобы переносить кислород. Они просто убивали человека. Вот и все. Они его добивали. Я говорил, что вы с сотрудниками предлагали эти разработки использовать. Мы кому только не сообщали об этом. В Академию наук. Да, кстати, Академия наук нам помогла достаточно серьезно. Мы привезли Григория Григорьевича Сауленка к себе, и он сначала поднял такой серьезный шарлатан, и не может такого быть, чтобы вылечили. Кстати, у него был коронавирус. И прибор поставил ему, и он разозлил. Я сидел просто в кабинете в другом, и врачи, когда с ним занимались, он оттуда как красный выскочил. И я его так никогда не видел. Но он пытался, так, он же интеллигентный человек, все-таки министр цветной металлургии СССР бывший, и он пытался так, было видно, что он очень раздражен. А я не понимал, почему, Григорий Григорьевич, можно просто показать, как работает установка, зачем. На следующий день он позвонил Тарасенко и очень извинялся, сказал, да, я поражен, что вы действительно обнаружили. Видимо, он поехал к своему врачу, он позвонил, и сказал, что он позвонил в Академию наук, и сказал, вот там мне, вот примерно так, шарлатаны какие-то, мне показывали приборы, еще и диагноз, мне поставили, что у меня коронавирус, я прекрасно себя чувствую, и тому подобное, вот, а ему не, тот человек, с которым он разговаривает, говорит ему, да, мы тоже уже знаем частоту. Он говорит, а как же тогда, можно же с вами, и он начал с ним разговаривать, и говорит, да, у вас может быть такое, что вы где-то контактировали с каким-то человеком, у которого был коронавирус, и у вас тоже отпечаток. Ну, и у него, я потом пришел к врачу, который работал с СОСО, ну, я поражен был, то есть он быстро выскочил, сразу какая-то такая напряженная обстановка, он начал кричать, макать руками, быстренько в машину, сел, и мы все уехали, я не мог понять, что происходит у человека. А потом я поговорил с врачом, поговорил с Тарасенко, поговорил, и позвонил сам Григорий Григорьевич, и выяснилось, что вот такая ситуация, и, конечно же, ему не понравилось, это человек в возрасте, ему ставят диагноз коронавирус. Но потом я посмотрел, что у него были такие следы, и врач ему сказал, что у вас, в принципе, видно, что вы два месяца назад контактировали с кем-то, кто болел коронавирусом, у вас какие-то следы есть, но это не опасно, если хотите, мы сейчас это быстренько уберем. То есть, соответственно, мы же не брали денег, мы просто его завезли, чтобы показать, как работает опору. Все. Это был сюрприз. Да, и мы такую реакцию получили, а еще большую реакцию, когда позвонила Тарасенко на следующий год, ты знаешь, он мне позвонил и очень сильно извинялся, и говорил, какие мы молодцы, и тому подобные вещи, говорит, что я вас буду всячески поддерживать. И он писал много докладных на эту тему, и в Академии наук, то понятно, он писал, по-моему, Турчинову, он писал Саакашвили, то есть, достаточно много, Кличко, то есть, просто, вот, смотрите. И система вас проигнорировала. Да, им не надо, они все прекрасно знают, что нет никакой опасности. Все они прекрасно знают, и они знают, зачем они это делают. То есть, и то, что можно было бы сказать, что Украина впереди, планеты всей, хоть в чем-то. То есть, когда все бегают, не знают, как с этим коронавирусом, делают вид на самом деле, что не знают, как с этим бороться. А бороться вы никак не можете, бороться нет смысла, потому что это РНК-вирус. Если использовать его как оружие, то в больших концентрациях он смертелен, а в малых концентрациях это норма. То есть, у нас десятки, то есть, мы сейчас уже видим несколько, ну, около тысячи штаммов коронавируса. Из них только два оружейных, то есть, два, как более-менее опасных. Это очень интересно, то, что ты распознаешь. Ну, я надеюсь, будет еще кому-то интересно, кроме нас. Так, я хотела спросить, вот ты работала и с физиками, и с медиками, и с поэтами. Какое профессиональное сообщество для тебя наиболее похожее? Я не могу сказать четко. Тебе везде друзья? Вот там, где друзья, допустим, там и хорошо. Там, где на выходе получается, вот, допустим, человек, который меня познакомил с Прагой, ну, с Режем, с ядерным центром, он написал стихотворение, а я наиграл на гитаре и мы сделали песню и выложили в сети, и все были довольны. Да, и кто он, поэт, я, кто физик, ну, как бы нет. Мы просто люди, которые искренне, ну, ищут, вот, вот, как бы, квинтэссенция. То есть объединяет поиски истины. Да, вот, именно вот это, потому что все, кто ищут истину, они естественные друзья и помощники друг друга. Вне зависимости от времени языка. Да, истина везде, в любой точке Вселенной. Как вы ее будете делить? Она везде, бери. Бери. Не вопрос. То есть, и время, они даже, мы коллеги и друзья с Аристотелем, с Эйнштейном, там, с Коперником, в конце концов, я не знаю, с Лейбницем, Ньютоном. Ну да, высокая платка и хорошая компания. Все, мы все делаем одно и то же дело. Расскажи, пожалуйста, о своем творчестве. Сколько ты уже написал стихотворения? Ну, стихотворения, у меня когда-то был такой период, да, такой был период, что я думал, что это сложно. Потом я попробовал. Оказалось, что это не сложно. Потом надо было определенное время оттачивать мастерство, и я, как бы, утром и вечером занимался целенаправленно что-то писать, обязательно, как обязательная программа. нарабатывал мастерство. Ну, да, скажем так, я думал, что это нарабатывает мастерство, и было написано очень много. Большая часть из этого всего никуда не пошла. Я даже, может, и не найду, где это все. Ну, как ни странно, сразу же получилась ситуация такая, что эти вещи стали востребованы, как ни странно. О чем ты пишешь, Аллечка? Ты социальная лирика больше? Ну, раз. Ну, на самом деле, если мы делаем акцент на том, что главное это поиск истины, то фактически через что мы ищем ее? Через философские размышления, через любовь, через героизм. То есть, если мы отличаем негодяев от героев, и это уже есть о чем писать. Но я, на самом деле, еще и отличаю поэтов. То есть, я отличаю поэта от графома. Вы можете написать много всего, но оставаться графомом. А можете быть поэтом, не написав ни одной рифмовой строчки. Просто вести себя как поэт. И этого достаточно, потому что поэт, это не игра словами, на самом деле. Это позиция. Это в нужный момент сделать то, что нужно. То, что все остальные боятся делать. Вот поэзия настоящая. То есть, настоящее, это как производная от истины. Все производная от истины. Мы же с этого начинаем. А это неудивительно. Потому что, когда мы говорим, что природа всегда сохраняет равновесие, что бы ни происходило, возникают два объекта, которые имеют самодополняющую, суперсимметричную природу. что соединяясь вместе, они опять уходят в ничто. И когда мы говорим, что вот смысл изменений, которые происходят в природе, то что на выходе мы найдем? Когда много-много вот этих изменений идет, но всегда возникает два диаметрально противоположных, суперсимметричных сущностей. Допустим, частица волна там... Диалекция. Да, но когда это идет многократное, то все равно вся природа находится в равновесии, то есть она может сложиться в ничто. Мы говорим, вот как квантовая механика утверждает, что для того, чтобы возникла Вселенная, не нужно никакой причины. Это единственное беспричинное явление. И поэтому Вселенных много, и они все разные, и там 10 в 500 степени ландшафтов может наблюдаться всего. Но все они строятся, все эти Вселенные все равно строятся на принципах истины. Неизбежно. Для того, чтобы сохранялось равновесие. А если проникает то, что ты говоришь, ложь или... Ну, мы говорим об электронах или акварках, которые между собой исповедуют полную истину. То есть, они все тождественны между собой. Но когда мы говорим о лжи, правильнее было бы говорить о сигналах между мыслящими существами. Вот как наши нейроны у нас в голове между собой передают сигналы, а представьте, что один нейрон или там какая-то часть нейронов начали бы врать. И что было бы с этим существом? Ну, все, ему конец. Он не смог бы ни руку поднять, ни разу. Взорвался. Он просто в овощ. Он превратился в... Все, ему конец бы настал бы. И это достаточно... Ложь – это вопрос согласования. Ложь. Между какими-то частицами. Вопрос честности сигналов между элементами, между людьми. Если в обществе начало врать какую-то часть людей, обманывать, печатать деньги, допустим. Все, все, конец. Они всех остальных обуют в лапте, конечно же. И те, конечно же, обидятся. Или умрут. Или этих наштыки поднимут. А потом будут пожимать плечами и говорить, ну, как же так? Мы же толерантные люди. Мы же всего лишь вас обули в лапте. А вы нас вот так вот с нами нехорошо поступили. То есть, так было в 1917 году. Так было в 891 году. Великая французская ревность. То есть, они пожимали плечами. Мы же благородные люди, а вы нас убиваете. За что? За что? За то? За ложь? Фактически, вообще, по большому счету, весь сыр-бор в истории идет вокруг одной всего вещь. Вокруг справедливости, которая близка к законам физики. То есть, справедливость это отнюдь неуравнировка. Это не значит, что отнять и разделить на всех поровну. Это не справедливость. Справедливость мы даже не можем сформулировать как. сделать так, чтобы все были счастливы. То есть, тот, кто считает, что он... Допустим, мы сейчас... Посмотрите, что происходит в судах. Кто принес больше денег, тот и выбрал. Ну, это же... Ну, да, это не справедливо. Как справедливость... А как должен быть устроен суд? Я на эту тему написал даже закладную в 2014 году. Думал, что кому-кому тогда будет интересно. Как оно должно быть? Судья должен выносить такое решение, чтобы обе стороны считали его справедливым. И пусть они к этому стремятся. Вот квинтэссенция. Тогда это имеет ценность. А не то, что... Что происходит сейчас? Справедливость на уровне как бы инстинкта очень... Человек очень четко определяет, что это несправедливое действие. Более того... Или несправедливое устройство. Конечно. Более того, справедливость тренируема. Если бы они начали... несправедливое плата, скажем, несправедливое плата, несправедливое плата. Ну, конечно, если один олигарх получает миллиард долларов в год, а бабушки получают по тысяче гривен пенсии. Где деньги? Ну, конечно, законы сохранения. Сколько он украл, столько он украл у всех остальных. Очень простая схема. И все понимают, что это несправедливо. Ну, все же понимают, что это несправедливо. Все надо прозрачить. Ну, да. Да. А что происходит сейчас? Судья выносит несправедливое решение? И любой вопрос, который решен несправедливо, не считается решенным окончательно. И битва разгорается с новой силой. Новые поколения вовлекаются, новые люди в эту битву, которая фактически он провоцирует. Судья становится мишенью. И правильно. За несправедливое решение тоже надо наказывать. И тот, в пользу кого вынесли несправедливое решение, тоже становится мишенью. То есть, фактически, можно из чепухи сделать большую войну. Ты сейчас говоришь о какой-то безистенции. Это твоя личная позиция? Или ты говоришь о желаемом устройстве социума? Ну, это позиция арестовательства. Исократа. То есть, они уже это все описали. Это я ничего не... Ты живешь по Аристотелю. Есть много людей, которые читали Аристотелю, но они по ним не живут. Ну, да. Мы в школе учили много чего, и математику учили, и физику. Мы по ним не живем только по той причине, что большинство не хочет по ним жить. И они создают такой хаос, что все наши знания совершенно бессмысленны. То есть, мы будем вычислять это как правильно по Аристотелю, или решать квадратные уравнения, и так далее. А там толпа безумцев создают, что это совершенно не нужно. Вы ничего этим не предскажете. Потому что они могут побежать сегодня в одну сторону, завтра их погонят в другую сторону, и с удовольствием намордники оденут или еще чего-нибудь. Ты говоришь про развитие социума? Или про политику? Или о чем? Мы с планеты заблудилась настолько, что выхода нет. Фактически. Ну, куда ни ткни, везде базисом является ложь. То есть, государство, деньги, юридические лица. И социальное устройство. И все считают это само собой разумеющимся. Более того, появились теории, которые обосновывают ложь. И говорят, что именно ложь является движущей силой интеллекта. Только для тех, кто эту ложь пытается опроверживать. Для остальных баранов мы достаточно четко можем увидеть даже снижение объема головного мозга. за последние 2000 лет. То есть, у римского гражданина, допустим, у Аристотеля во времена неандертальца мозг был на 200 мл больше, чем у промангенца. У современного человека. Ну да, это естественно. И это катастрофа. Это катастрофа. Почему? Потому что неандертальцы друг другу не врали. Они жили в среде, если ложь, это значит смерть всему племени. Значит, эволюция была жестока. Не смогли, начали врать, сгинули все. И освободили место для тех, кто не врет. А вот когда появилась ложь, то сразу пошла и деградация. Даже которая наблюдается непрерывное уменьшение объема головного мозга. Ну как же мы растем, мы выше. А голова уменьшается? Объем головного мозга на 200 мл меньше. Да? Да, парадокс. Вы можете быть динозавром. У динозавра был с орешек у нас. И что этого им дало? Ничего. Ну, будет вопрос еще. Ты человек с четкими и жесткими морально-этическими позициями. Способен ли ты их как-то менять? У меня есть основная позиция такова, что если я уже знаю, если у меня есть свод определенных правил, я сталкиваюсь с некой ситуацией, я действую по этому своду правил, хотя вижу, что где-то я ошибаюсь. То есть я не меняю свод правил в зависимости от ситуации. Я должен переосмыслить, какое правило неверное, его откорректировать и в следующий раз я бы... Но если на тот момент существовали у меня вот такие правила, то я действую именно по ним. Даже если мне там это какой-то дискомфорт или я считаю, что... Я понимаю, что я где-то заблуждаюсь. То есть делай, что должен и будь, что будь. Вот это главное ключевое правило, что я меняю правила безотносительно собственных интересов. Я ищу правила, которые правильные. От слова правила, от слова правильные. а не выгодные. Правильные для чего? Для отношений, для семьи, для системы, для государства. Для чего правильные? Правильные для... Или по отношению к жизни. по отношению к жизни. Я ищу правильный свод своих рефлексов и пытаюсь жить по ним. Если я в какой-то момент понимаю, что что-то я делаю неправильно, я переосмысливаю и тогда я делаю уже другое. Но обстоятельства не могут меня заставить действовать по другим правилам. Это такой жесткий механизм. Потому что я знаю, что многие люди живут просто так. Как выгодно так жить? Кстати, гипотеза оббина, она же в своей практической части и говорит, что истина диаметрально противоположна выгоде. То есть есть люди, которые готовы менять свое поведение в зависимости от того, как им выгодно. Туда крутить версты. То есть они же не ищут никакой истины. Они ищут выгоду. Ну, все, пожалуйста. И эти искатели выгоды и хвататели выгоды назовем их. То есть они являются естественными врагами друг друга. Всего на всех не хватает, следует на всех против всех. Один воробей какой-то горбушку хлеба схватил, значит, всем остальным не досталось. Все остальные на него налетают и пытаются его клюнуть в кемечко. То есть это нормально, что в отличие от искателей истины, где все всем друзья. Истины на всех всегда будет хватать. И поэтому все это понимают и искренне друг другу помогают на этом пути. Хвататели выгоды всем всегда враги между собой. Я не помню, кто-то англичан сказал политику восточно-европейской. вы плохой человек, вы создаете неустойчивую систему, в смысле неустойчивое государство, слабое государство. Я создаю. Ну, тот политик. Теория подсказывает, что нет никакого устойчивого положения. Какое может быть устойчивое положение в стае воробьев, которые бьются за карбушку хлеба? Никакого устойчивого положения быть не может. Устойчивое возникает только у нас всего две организации на этой планете, которые устойчивые. Это академии, это поиск истины. Вот как оно есть, так они и движутся. И все истины, все законы природы открытые человечеством взаимосвязаны между собой неизбежно. Если вдруг какой-то закон подвергается ревизии, пересмотру, уточнению, то, следовательно, вся стройная картина мира, научная картина мира, тоже пересматривается на каждом уровне, чтобы все от всего зависело, все совсем правильно стыковалось и было связано. И академия в этом смысле, имеется ввиду школа, академия, мы начинаем от школы, обучения, воспитания, вот эта конструкция, под которую сейчас, под фунамент, который закладывают большую бомбу, чтобы не было ни воспитания, ни образования, ничего не было, просто сидели на компах, нажимали кнопку по домам. Вот. И вторая организация это религия. Как ни странно, потому что они пытаются формально говоря, религия это тоже научная доктрина, но в отличие от научного поиска, где все ставится под сомнение, религия старается, чтобы все было всегда вне сомнений. Обратная конструкция. И она тоже приживается, если ее долгое время держать без изменений. Начинаешь только какую-то там ревизию каких-то религиозных догм, и начинается раскол, война, развал, и все побежали в разные стороны. Вот. Поэтому чем дольше им удается продерживаться какой-то одной концепции, тем дольше оно... Ну, и кроме того, там же есть еще вещи, что формально они проповедуют, что они не ищут выгоды, а ищут истины. Ну да, это объединение. И принимают любого. То есть заходи в храм любой. Любой человек бесплатно заходит в храм. А представьте, чтобы они начали там поставить будочку с кассой. Все, до свидания. Ну, они поставили. Значит, им конец. Значит, вот кто поставил вот этой религии конец. А кто не поставил, будет дальше существовать. Ну, ты сам религиозный человек. Я просто скажем так, я примерно представляю, как выглядит тот, кто создал эту реальность и продолжает создавать другие реальности, другие вселенные. Примерно, как он должен выглядеть. Но это совсем не похоже на то, что религия. То есть к религии это имеет мало отношения. То есть, скажем так, это тоже квантовый одновременно, Бог, он одновременно, скажем так, и существует, и не существует одновременно. То есть, он как обладает всеми свойствами запутанности и всеми свойствами катаж-людения. то есть, не можно как-то с этим коснуться или... Мы с ним все время соприкасаемся. Ну, как ни удивительно. Вот сейчас мы беседуем, мы же соприкасаемся, мы о нем думаем. Достаточно. Но если Бог везде, то во лжи он тоже должен был. Нет, проблема в другом. Что Бог, который создал нашу вселенную, он в момент ее возникновения он неизбежно должен был бы либо погибнуть, либо потерять с ней контакт. Это вот как бы мое квантово-механическое мнение. Почему? Потому что он создал ландшафт, законы природы, параметры, константы и так далее. Тот, которым он был, в котором он сам не существовал. То есть, представим, что есть некий... То есть, это субъект и объект. То есть, мы это объект. Он нас не создавал. Он создавал ландшафт. Законы природы. Но сейчас, допустим, квантовые физики, они говорят, что наша Вселенная обладает такими параметрами, которые невозможно случайным образом возникнуть. То есть, они очень серьезно отличаются от случайных. То есть, они подогнаны. Значит, кто-то это подгонял. Подгонять он мог это достаточно долго. То есть, коллективно, представим, что некая группа физиков достаточно продвинутых, понимая, что этот мир несовершенен, что проблема в наших вот этих борениях, в наших вот этих вот социальных бюджетах. То есть, только в 20 веке было убито государствами 500 миллионов человек. Ни в чем не погибли. Сталин, Гитлер, Майо Цзэдун, Чундухван и так далее. То есть, там было приличное количество диктаторов, которые убивали свои народы. Вы что, думаете, что эти все люди в чем-то были виновны? Нет, они всего лишь были виновны в том, что они потенциально могли бы догадаться, что государство это просто банда. И все. И поэтому банда превентивно убивала там миллионами людей. То есть, я говорю о другом, что этот мир несовершенен. Значит, группа физиков могла бы понять, что константы, на которых построена наша Вселенная, приводят к возникновению вот таких социумов, которые считают, которые мы считаем несовершенными. А поэтому надо поправить сами константы. Скорость света, постоянную планку, заряд электронов, ну и так далее. Массу, массу кварка. А это значит ядерная физика, это значит наука. Но когда мы поправим эти константы, то возникает новая Вселенная с другим ландшафтом, с другими константами. Правильно? И с другим несовершенством. Но мы-то принадлежим к той Вселенной, к старой. Мы, значит, потеряем либо мы умрем вместе со всем большим взрывом, либо мы потеряем контакт с этой Вселенной. Вот вам, пожалуйста, коллективный Бог. Миллионы разумных, мириады разумных существ толкают саму реальность в каком-то направлении более комфортном для появления. Но представьте, Но не для себя. Да. И это удивительно. С точки зрения гипотезы Убин, мы имеем дело либо с самыми отъявленными мерзавцами, которые фактически уничтожают свою Вселенную, не оставляя шансов никому, ни себе в том числе. Ну, представьте, большой взрыв, все погибают. Все люди, все живые, существования планеты, там все-все-все. Даже те, которые не подозревают, никого не спрашивают, всех опросить невозможно. Хотите ли вы, чтобы мы взорвали и сделали новую Вселенную? Никто никого не спрашивает. Но они, да, самые отъявленные негодяи. Но цель этих людей, этих существ, создать Вселенную с лучшими, комфортными условиями для следующих поколений разумных существ. Толкнуть параметры в лучшую сторону. Представьте, что у нас бы, допустим, скорость света была бы не 300 тысяч километров в секунду, а, допустим, 10 сантиметров в секунду. То есть, мы бы не общались. Вот радио мы бы слушали так. Родился, через 50 лет пришло точка тире. Все, умер. и попробуйте и все остальное происходило. Свет, бетрац... Хорошо, ты говоришь о том, что создается ландшафт и определенные законы природы. А, насколько я понимаю, религию... Это если, если мы допускаем, что... Там смысл в том, что Бог есть Бог и есть вот это человеческое существо с его душой, духом, разумом. Вот эта религиозная сказка, она ничтожна по сравнению с наукой, с красивым построением, которое даже я объясняю. Это при условии, что мы предполагаем, что мы можем поменять немножко ландшафт, что ученые когда-то, через миллион лет поймут... Но вот эта искра вот этого сознания, она смертная или нет? на сегодняшний день я считаю, что сознание... Мы даже не о сознании должны говорить, мы должны говорить о личности. Почему мы это мы? Сознание это мы и вот уже это мы. Ну я подбирала слова дух, душа, разум. Вот я выбрала такое сознание. Ты говоришь личность? Да, мы говорим о личности, что она повторяема. Если мы не будем путать это с памятью, то фактически я докопался до вещей такого рода эмерджменты, скажем так, которые возникают из ничего. Я даже нашему общему знакомому на эту тему писал статью, но она ее пока не оценила. Величие статьи этой. Я сказал ему, что мы как нейросеть на элементной базе нейронов, в которой строится обработка определенных сигналов и обмен данными внутри себя и с внешним миром. В какой-то момент возникает клаустр большой нейрон, который в 10 тысяч раз больше, чем любой другой нейрон. И что происходит? этот нейрон всего лишь ни во что не вмешивается, он наблюдает за всеми остальными сетями. И ему все докладывают. Он просто, просто, представьте, что у вас, вот мы свой мозг рассмотрим таким образом. Сидит большой консилиум, там 20 человек за столом, а во главе стола сидит шеф. Он ни с кем ни во что не вмешивается, он просто наблюдает. Дети спорят, что это выгодно, эти спорят, что это неправильно, эти спорят рискованно, а шеф ни во что не вмешивается. Вот это и есть сознание. Наблюдение за процессами. Создание коллективное или личное? Так, вернемся к клаустрому. Если мы предполагаем, что это всего лишь один нейрон, то следовательно будущее поколение физиков или там нейробиологов. Те, которые создадут новое силеное? Не доходя до создания нового, могут любого из нас вызвать к жизни. Нам всего лишь надо создать вот этот мир. Все остальное это нейросеть. Протезы или электронные нейросети или живые нейроны с этой же ДНК и все. И все. И этот нейрон будет ощущать себя самым. Этого достаточно. Ты нейроном называешь вот этот клаусом, большой нейрон иммержентный. Не, я говорю про нашу личную бессмерти, в смысле бессмерти нашего сознания. С точки зрения квантовой физики нет никакой разницы. То, что мы уже есть, мы уже есть у Вселенной. И нас уже никуда нет. Это примерно как электрон, они уже есть. Почему мы... А, то есть мы можем рассыпаться на электроны, но они все равно останутся. электроны-то останутся. Но и вот этот вот то, что делает нас нами, тоже уже никуда не денется. Оно уже у Вселенной есть. То есть если брать, не говорить о памяти. Память, с ней проблемы. То есть можно говорить, что мы... А являются ли ценности это? То, что мы все видели, вкушали, слышали... Слышали удовольствие или страдали. Да, да, оно является ли ценностью на фоне истины? Я думаю, что нет. Вот, но ощущение самим себя ценностью безусловно является. И оно воспроизводимо. Более того, я был в одной лаборатории, ну, как бы, я вообще живу совсем иными законами, иными поведенческими реакциями. Все, что меня интересно, я с людьми пытаюсь общаться, говорить им свое мнение, если они к этому прислушиваются, они меня зовут, мне ничего не надо, я приезжаю в любую точку, куда надо. И вот одна из таких групп, они занимались созданием, я уже упоминал, протезов для мозга. Фактически переходного такого интерфейса. Достаточно простенькая идея. То есть, это такие наноразмерные дырочки, через которые медиатор может поступать или наоборот захватываться от нейрона к мозгу. И это, собственно, все. То есть, когда нейрон мозга выбрасывает ацетилхолин или какой-то нейромедиатор, то нужная устица вот этого интерфейса захватывает и с другой стороны она выдает какой-то ряд. То есть, других устиц мы посмотрим ацетилхолин или норадреналин там. Взаимная стимуляция. Да. Тогда что происходит? Мозг движется в сторону стимуляции. Он прилипает к этому интерфейсу и начинает с ним взаимодействовать. А что по эту сторону интерфейса? А по эту сторону интерфейса мы можем выстраивать любого масштаба нейросеть электронную. Которая подает стимул. И зачем они работали? Они фактически создавали такой субстрат для взаимодействия с человеческим мозгом. И наблюдали, что постепенно воспоминания и сознание и элементы самоощущения переползали в эту нейросию. В электронную. То есть искусство электронную? Да. Фактически мы можем говорить, что они делали приставку к мозгу. Не знаю на какой стадии они сейчас, но на тот момент они уже добивались, что интерфейс электронный решал какие-то математические задачи. например раскладывал в ряды фурье. И они выясняли, что обмен между живым мозгом и вот этой прокладкой происходил. Что-то происходило. Так они брали мозг физически? Физически физически обычного человека. Экспериментировали на себе. Обычно они на себе экспериментировали. Причем для этого можно сказать хотя бы в каком государстве или в каком городе. В России Санкт-Петербурге. Я думаю, что такого рода исследования проводятся много где. Идея достаточно простая. Ведь она откуда проистекает. Представьте, что у вас есть некий мозг. Если вы замените один нейрон протезом, ну, каким-то ничего не произойдет. А два, а десять, а половину мозга, а все протезы. Сознание куда-то денется, никуда не денется. Парадокс. Но оно никуда не... А вот Клауструм, вот тот наблюдатель, как только он погибает у человека, все, человек не возвращается. Если не возникнет новая какая-то конструкция, которая будет... Ага, то есть у нас тоже есть такой... Один гипотеза Иобин это можно сформулировать как естественно быдло конструкции, потому что в центре находится один элемент, от которого, на котором все висит. Фактически. Такая вертикальная конструкция. не вертикальная, а на самом деле сферическая. Когда в центре находится фактически пустое место, ничтожное, а все остальные нейроны равноудалены от этого пустое. Вот как любое государство, тоталитарное государство, он наблюдательный. Он даже не... Что делает эта штука? Она извлекает в сознании и отдает, допустим, отдает задачу. К примеру, надо решить какую-то там математическую задачу. Ну, навскидку я даже не знаю, как к ней подступиться. И эта штука говорит, не волнуйся, можешь поспить там завтра. И она раздает эти задачи миллионам нейросетей, которые... И что происходит обратно, когда одна из нейросетей эту задачу хотя бы что-то решит или что-то... Оно начинает стучаться в сознание, то есть фактически стучаться в клауструм, сообщить, что я решил, я решил, обрати на меня внимание, и все. И этот обращает внимание, о, да, действительно, и оно уже знает, куда двигать дальше, кому что раздохнуть. То есть само оно не решает ничего, оно просто перед посолом. И вот это наблюдение, наблюдение за наблюдением за другими нейросетями является сознанием. Большой нейрон. И он, кстати, элемент достаточно мал. Кстати, с этим связано множество идей такого рода раздвоения личности. ведь наблюдаются реально люди с раздвоением личности, которые ведут себя как дверь. То есть там у них два наблюдателя. Да, парадоксально, но ничего не запрещает иметь два клауструма. Просто дефект такой. Просто дефект развития. Природа, ну, ошиблась, да, клауструм поделился на два, а теперь у меня два, пять, 18 личностей и так далее. Просто он переключается между клауструмами, сознанием переключает между и берет на себя управление. Они ведут себя совершенно натурально. То есть нельзя сказать, что ты играешь, ты актер, но только видно, что это будет. Вот не подкопаетесь. Но это может объяснять. И потеря сознания тоже, когда клауструм в результате сотрясения мозга и так далее потерял, умер. Нейрон смертен, он может погибнуть. То есть его поразила какая-то там бацилла, вирус. Не, ну так не может быть. Скорее всего есть какая-то запасная система. Запасная, многократная защита от этого всего, жировая и так далее. То есть фактически все наше бытие, наше сознание себя висит на очень маленькой деталюшке. Как ни парадоксально. Да, но это и с другой стороны и дает нам определенную надежду на повторяемость. Представьте, что наши мысли кому-то интересны. Через миллион лет ученый захотел побеседовать с нами. Хочешь сказать, что этот клауст есть такой же и как бы не только в нас, но и вне, который нас... Нет, нет. Просто ученые, которые скажут через миллион лет, скажем, он интересный пацанчик, так откуда он вызовет этого? Он создаст этот клауст и подцепит его на нейросеть, неважно на каких элементах. Все. А откуда он его скопирует? ДНК. ДНК. Ну это же материальный объект. Это как деталь, как транзистор. И все. То есть создайте нужного вида транзистор с нужным ДНК, с нужными микротубулами в конце концов. Повторите полностью. Ведь это не сложно. Я как-то плохо себе представляю, что возьмут материал из страха, воссоздадут. Если сохранится. Если сохранится. ДНК. Сохранится. Как сейчас те, которые клонируют динозавров, мамонтов. Они же где-то там добывают материал в каких-то телах или какой-то комар укусил динозавра у него застывшие в янтаре. Это не так, если бы представляла бессмертие. Но в конце концов можно перебрать и все. То есть фактически-то о чем идет речь? Да. Что мы же можем и все варианты перебрать. А так как это материальный объект, да, большой, да, 46 хромосом, да, 3 миллиарда нуклеотидов. Но мы же можем и все комбинации перебрать. При наличии желания и мощностей, да. И посмотреть, что хорошо, что плохо. Эти сразу браковые, а это что-то умное говорит. Вот этого оставляйте. Вот и есть бессмертие. Фактическое бессмертие. Мне уже жалко тебя потому, что много очень разговоров. Ну, если интересно будет кому-то, пусть послушает тоже. Ну, я думаю, что нам нужно будет вернуться к некоторым темам. Потому что тем здесь много интересных затронута. И по лечению биорезонансной терапии, мы еще посмотрим, какой будет отклик. Может, кто-то нам спросит еще что-то интересное. Уточнить или развить какую-то тему. Правильно, может, посмотрим. Мы сейчас это разговариваем, а может, скажем, ребята, что вы несете? Скорее всего, так и будет. Ну, значит, мы на правильном пути. Если уже никто не понимает, что мы несем, то, значит, мы в правильном направлении. Ну да, какие-то совершенно новые идеи. Спасибо тебе. Да, тебе спасибо, что присослила. Всем привет.